привет привет сегодня я вам хочу показать некоторые из своих покупок с алиэкспресс в основном это ножи и штампы а также небольшой набор бумаги и люверсы давайте начнем с бумаги я заказала набор 15 на 15 называется lovely garden в нем 24 листа 12 дизайнов по 2 листа каждого плотность бумаги 160 грамм она конечно немного такая тонковата но если я думаю наклеивать ее на основу то работать вполне можно к тому же сами рисунки мне понравились давайте покажу вам немножко поподробнее когда-то у меня уже был опыт заказа бумаги с алиэкспресс и качество ее мне совершенно не понравилось причем не понравился именно дизайн бумаги они ее плотность так вот в данном случае я хочу сказать что они действительно исправляются вполне себе симпатичные листочки можно их использовать они хорошо сочетаются между собой единственное что все-таки заказывать бумагу с алиэкспресс пока дороговато из-за того я думаю что они все-таки в ее стоимость вкладывают стоимость доставки вот такие перышки вот такой не совсем понимаю что здесь какие-то сердечки квадратики такие два листочка симпатичная бумага немножко винтажная слегка потертая вот такие вот темные два листочка диагональная клетка мелкий цветочный рисунок такой фантазийный еще два листочка с нотками вполне себе симпатичная бумага можно использовать как на мини альбом так и на открытки далее люверсы я заказала набор люверсов по моему четыре с половиной миллиметра у них диаметр и в комплекте вот к таким цветам сейчас я вам их поподробнее покажу оранжевый темно-зеленый желтый слегка неоновый вот оранжево-коричневый красный розовый темно-синий черный белый и вот такой вот приглушенный розовый нежно очень красивый цвет также с ними шли дополнительно вот такие вот колечки я уже попробовала попользоваться этими люверсами у меня пропадаю big bite и он у меня их хорошенечко не ставит потому что у меня не хватает силы вот настолько сильно прожать чтобы они раскрылись с обратной стороны то есть если их делать на что-то такое толстенькое то они наверное хорошо встанут без колечек пробовала устанавливать получается вообще некрасиво потому что их разрывает с обратной стороны получается неаккуратно так что пока вот я ищу альтернативу этим люверсом потому что их я не могу порекомендовать для скрапа мне кажется они все таки для более каких-то толстых материалов или же не для краподайла например для обычного установщика по которому нужно молотком стучать заказала я себе еще люверсы ждут пока они придут и потом уже расскажу о своих впечатлениях о них теперь давайте поговорим о ножах я заказала вот такой очень интересный нож вот так выглядит вырубка это нож для того чтобы например сделать какие-то лотерейные билеты или пожелания их можно распечатать с этой стороны подклеить а потом даритель вот этот клапан оторвет аккуратненько вот у меня бумага слоится надо немножко другую бумажку и сможет прочитать что здесь написано по моему замечательная идея надо будет поскорее воплотить ее в жизни ножик мне этот понравился так что такой ножик я могу рекомендовать к покупке затем вот такой нож вам хочу показать очень достойный нож вот такая вырубка из него получается я так понимаю что это реплика и очень качественная реплика потому что этим ножом я пользовалась уже часто сделала большое количество приглашений большое количество рассадочных карточек и могу только похвалить его то есть из него отлично вынимается все вот эти вот остатки бумаги прорубает он с первого раза причем очень плотный картон вот этот вот диск картон по моему около 300 грамм у него плотность и вырубает его на ура единственное что здесь приходится немножко почистить это вот эти вот маленькие совсем дырочки но для меня это не было проблемой потому что некоторые из них все равно все-таки вылетают сами и остается не так уж много внутри замечательный нож очень очень мне понравился однозначно могу рекомендовать его покупки сейчас вам скажу его размеры длина этого ножа 14 с половиной сантиметров высота получается где-то 5 до около пяти сантиметров следующий нож это вот такая салфетка она совсем недавно мне пришла у нее очень красивая вырубка однако этот нож я не могу порекомендовать во первых он очень плохо прорубает мне пришлось прокатать его порядка пяти раз по-разному меняя пластину направление всячески ухищряясь и в итоге он конечно вырубился но возникла другая проблема почти невозможно вытащить целиком вырубку то здесь есть такие тонкие очень места которые застревают в самом ноже и когда ты вынимаешь эту салфетку она прорывается то есть тут видно что здесь у меня порвалось здесь порвалось здесь то есть можно конечно заморочиться например положить пищевую пленку и тогда будет вырубка доставаться легче но я думаю что все таки она того не стоит единственное что может быть вам если очень очень понравится дизайн или попытаться купить этот нож у другого продавца возможно там качество будет получше ну и в довершение еще один минус этого ножа его невозможно почистить то есть каждый каждую вот эту вот дырочку приходится с обратной стороны прочищать вручную из него совершенно отходы бумаги не вылетают размер этого ножа 10 и 7 ну соответственно на 10 и 7 следующий нож это даже не нож а набор ножей здесь их сейчас скажу раз два три четыре пять шесть правильно посчитала или сбилась да здесь шесть ножей мне очень понравился этот конструктор то есть здесь вот такая вот очень интересная рамочка можно просто ее вырубить в бумаге можно ее вырубить полностью будет салфеточка дополнительно вот такой элемент и еще помимо этого три ножа которые вырубают круги разного диаметра то есть вот я сделала вот такую вырубку чтобы вам показать здесь получается я использовала основной нож контурный большой нож и вот этот кружки я не использовала потому что они бы вынули серединку целом отличный нож он прекрасно чистится отлично вырубает вырубка очень чистая без всяких лохмушек махрушек и надо сказать что вот из самой бумаги вот из самой вырубки также хорошо вычищается все вот эти вот ажурности давайте я вам уточню размеры этого ножа самая большая рамка которая позволяет сделать вырубку полностью 10 с половиной на она не симметричная на 10 с половиной то есть размер у нее одинаковый 10 с половиной на 10 с половиной но рисунок как вы видите разные здесь вот такие хорошие окошечки интересные мне кажется сквозь них можно например продеть ленточку и это будет очень интересно смотреться ну и давайте остановимся на размерах размерах кружков самый маленький 3 и 6 затем побольше 4 и 3 и самый большой 6 и 3 вот такой набор он мне очень понравился и как выглядит и работа с ним действительно приятно следующий нож это вот такой нож фоновый здесь в наборе идет также три ножа это вот такой вот основной прямоугольник маленький овал внутри и еще дополнительный элемент тоже такой же овальчик который вырубает серединку это хороший нож он мне понравился чистится замечательно вырубает тоже хорошо единственное на мой взгляд ну может быть это я уже придираюсь такая некая проблема дизайна то есть здесь рисунок довольно таки крупный а здесь он тонкий и так очень изящный получается ну на мой взгляд небольшой такой диссонанс между внешней стороной и внутренней частью этого прямоугольника хотя повторюсь сам нож хороший сейчас я вам скажу его размеры размер основной рамки 10 и 2 на 15 нет обманываю на 14 и 9 и вот такой вот эллипс 3 на 5 и 6 5 и 7 5 и 7 скорее всего давайте перейдем к следующему нашу которым я очень очень осталась довольна это тоже реплика вот такой бордюр получается из него замечательная вырубка вырубает этот нож очень очень хорошо очень чисто замечательно также вычищается сам нож вырубки практически ничего не остается совсем немножко приходится его дочищать зубочисткой шилом там кто чем пользуется но в целом он довольно таки хорошо чистится еще плюс этого ножа в том я очень люблю такие ножи что он бесконечный то есть у него по краю нет ограничения и его можно вырубать так потом докладываешь так 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 и в принципе сделать длину кружева необходимой длины размер вырубки получается если брать от самой высокой точки до самой низкой наверное здесь вот удобнее посмотреть где-то три с половиной сантиметра а длина вырубки 13 и 3 еще раз повторюсь этот нож мне очень понравился его я однозначно могу рекомендовать к покупке затем у меня была пара небольших ножей вот такие вот веточки их я даже не буду вынимать к сожалению я не сделала вырубку для примера но они такие хорошие универсальные веточки их можно применять почти везде они похожи на мой взгляд забыла как называется растение ну вовсе и на веточки похожие на такую травку вот она бывает зеленая матовая давайте я вам просто скажу размеры ножа и вырубаются они хорошо так что если вам такой дизайн нравится вы вполне можете его приобрести одна веточка семь с половиной на где-то два с половиной и еще одна веточка семь и восемь на три с половиной то есть вот такие вот веточки в качестве дополнения в работу вполне имеют право быть так еще один нож этот нож пришел у меня недавно я не успела им воспользоваться в работах очень его хотела но пока никуда не применила но я сделал вырубку не всеми ножами только частью из них среднем поменьше и еще поменьше который это ножи для шейкеров он отлично вырубает у него очень ровный край аккуратная от строчка она по всей ширине ножа по всей длине очень такая ровненькая качество этого ножа мне понравилось вот такой вот вот такой вот замечательно открывающийся элемент можно его на какую-нибудь открытку приклеить и за ней спрятать например признание в любви или какую-нибудь маленькую картиночку вот этот нож мне очень понравился сейчас я вам тоже скажу его размеры чтобы вы уже могли сориентироваться этот нож достаточно большой он вырубает полностью так же как и средний то есть у него есть вырубка идет и по краю и внутри вот такие вот волнистые фестоны размер этого ножа 11 и 6 но я думаю что на 11 6 потому что он квадратный до 11 и 6 это самый большой нож затем средний нож 9 на 9 тыжик ширина его получается где-то 5 и 6 а высота 6 и 7 за счет вот этого вот выступающего элемента ну и открывающиеся окошечко 38 на 4 и 2 вот такой набор мне понравился так что если вам тоже нравятся такие ножи вы вполне можете их приобрести просто сдвину так теперь давайте перейдем к штампам хочу вам показать штампы вот такие вот слоники здесь у меня остатки вырубки потому что я уже его использовал тут даже слоник у одного магазина этого такие вот слоники и еще драконы с рыцарями принцессами тоже вот у меня остаток от работы хочу вам показать впечатление об этих штампах у меня самое вообще наилучшее очень четкие штампы они не маленькие как видите и вполне подходят для раскрашивания то есть такой хороший размер что можно их использовать и в открытках и в то же время можно например их использовать для украшения альбомов насколько я знаю фабрики декора по моему есть набор со слониками детской бумаги и я думаю что вот эти слоники отлично подойдут набора большой здесь слоники вот так переверну вот такой сидящий еще один сидящий слоник вот этот слоник который машет ручкой вот такой слоник в профиль воздушные шарики воздушный змей и довольно таки много надписи они на английском языке но есть такие которые понятны по моему совершенно всем типа thank you happy birthday и еще некоторые dream но я думаю что можно заморочиться кто не знает английский язык перевести еще раз повторюсь качество этих штампов мне очень нравится оттиск четкий единственное что по плотности хочу сказать у меня есть штампы альтинью например леври эль эти штампы они более плотные конечно же чем штампы с алиэкспресс то есть их берешь в руки и они прямо такие жесткие эти штампы помягче однако они неплохо крепятся к акриловому блоку и по плотности я пожалуй могу сравнить наверно со штапу со штампами флера дизель возможно даже они немножко поплотнее чем флеровские штампы но это вот что касается вот этих вот слоников и вот этих динозавров сейчас я их открою ой динозавров драконов сейчас я их открою тоже покажу вам поближе вот смотрите вот такие чудесные драконы я в них прямо влюбилась особенно вот в этого хотя и этот хороший этот летящий тоже чудесный также здесь маленький рыцарь принцесса которую этот рыцарь защищает при этом у дракона такой удивленный вид что от него кого-то защищает много надписей здесь вот видите вот такие вот еще облачка то есть замечательный набор правда вот мне очень нравится с удовольствием я с ним работала и буду работать еще однозначно не один и не два раза сейчас к этим набором я ищу ножи контурные потому что некоторые штампы сейчас на алиэкспресс стали выпускать с ножами прямо как такие серьезные производители я даже заказала себе пару таких наборов штампы и ножи и сейчас вам тоже их покажу так давайте покажу вам сначала вот такой штамп он немножко отличается по оттиску по стилю от тех которые я вам показала вот сейчас как видите это такие вот цветы здесь разные горшки разные цветы то есть это конструктор и мне в принципе очень понравилась сама идея конструирование вот этого что можно выбрать разные виды горшков разные виды цветов здесь только две надписи однако плюс этого штампа в том что к нему еще выпускаются дополнительно ножи вот видите вот такие ножи с помощью них можно вырезать полностью то что вам нужно и будет аккуратненько очень это выглядеть вообще я эти купила штампы тоже под раскрашивание сейчас посмотрю если здесь нож для надписи нет ножа для надписей нет только вот нож для цветочков и крошечка что хочу вам сказать у меня о нем достаточно такое двоякое впечатление с одной стороны мне действительно нравятся конструкторы потому что не дают такую свободу фантазии с другой стороны эти штампы я с огромным с огромнейшим трудом смогла оторвать от подложки я даже боялась что у меня не получится не повредить штамп аккуратно снять однако все таки я сняла штампы оттиски как видите такие ну не очень четкие но мне кажется опять таки это издержки дизайна и еще что я хотела сказать по ним вспомнила вот эти вот горшочки у них очень тоненький рисунок на самом деле и мне пришлось делать несколько оттисков чтобы наконец-то рассчитать силу нажатия и у меня в итоге получился горшок с не размазанным вот таким дном а вот именно четкий ножи вырубают эти хорошо оттиски средние так что решайте сами нужен вам или нет такой штамп еще один штамп с набором ножей не буду открывать ножи они в принципе полностью соответствует штампам этот штамп мне тоже понравился то вот такие вот совершенно невообразимые прикольные какие-то монстры опять-таки здесь есть летающая тарелка поэтому можно использовать например и как монстров и как инопланетян потрясающий штамп очень мне понравился качество великолепное четкий оттиск ножи хорошо подходят я тоже пробовала вырезать вот видите вот такая высечка у меня получилось то есть эти штампы тоже хорошо подходят для раскрашивания сейчас я открою покажу вам немножко поподробнее что в этом наборе в этот набор а входит несколько монстров раз два три четыре по отдельности и вот такая вот веселая компания из троих монстров также здесь какая-то планета сатурн ракета летающий корабль звезда падающая и две надписи как я уже сказала мне очень понравился этот штамп и дизайн и качество по плотности как я уже ранее говорил он тоже такой не слишком плотный но вот эти штампы хорошо держатся на акриловом блоке в отличие от цветов по-моему я не уточнила это но до цветы не очень хорошо держится на акриловом блоке несмотря на то что они намертво держались на палетке эти штампы держатся хорошо повторюсь так что их я однозначно рекомендую к покупке ну и последний набор штампов он небольшой этот я почему-то думала что он будет немножко побольше потому что рассчитывала что я тоже на новый год буду раскрашивать эти штампы ну да его можно раскрашивать хоть он и немножко мелковат но с другой стороны он настолько прикольные потому что здесь такие совершенно сумасшедшие забавные оленди от мороза снеговиком также подарки автобус который везет веселую компанию шарики ну и несколько надписей давайте я вам покажу над штамповках как это выглядит то есть вот такой вот штамп качество хорошее четкий очень оттиск штампы мягкие на акриловых блоках держатся хорошо вот здесь и даже немножко развлекалась пораскрашивала акварельными карандашами но мне кажется что все таки вот эти штампы для раскрашивания немножко мелковаты качество замечательно если нравится ну конечно уже в этом году поздно но возможно захотите купить к следующему году ну вот пожалуй все что я вам хотела сегодня показать надеюсь мой обзор был вам полезен если у вас возникли какие-то вопросы пожелания пишите их внизу под видео в комментариях я постараюсь на них ответить до скорых встреч пока пока